Приветствую вас, Юля. Вы пишите, познакомилась с парнем в интернете. Как вообще у вас получилось так, что вы познакомились с парнем в интернете? То есть почему вы знакомитесь с парнем в интернете? Я не запрещаю, я не обвиняю, я не считаю, что вы делаете что-то неправильно. Ни в коем случае нет. Ни в коем случае нет. Просто хочу понять, просто хочу понять, что вас сподвигло на это, вот. Ну, конкретно, что сподвигло вас на то, чтобы знакомиться в интернете с парнем. Значит ли это, что у вас есть какая-то проблема? Ну, например, в реальную жизнь проблема, например. Если да, если да, то нужно решать эту проблему. Если нет, то в таком случае, возможно, речь идет о чем-то другом. Вот. Я так думаю. Ну, тут вот нужно исследовать этот момент. Тут нужно, конечно, изучать эту проблему, потому что не все. Так, вот. Вот. Понятно, да, не все так вот прямо очевидно, как вот из вашего сообщения выглядит. Вот. Дальше. Так. Говорю, что ему нравилось. Понравилось. Подумаю, что он шутит. Значит. А сколько вы общались вместе? Сколько вы вообще общались, что у вас появилась, точнее, что у него появилась возможность сказать вам, к примеру, о своей симпатии. То есть, вот сколько времени вы общались, что он вам начал говорить о том, что вы ему нравились. Это важно на самом деле, потому что, если вы ему не поверили, то, наверное, у этого были нежкие основания, и у этого были какие-то причины, что вы ему не поверили. Вот. Может быть, может быть, человек, правда, слишком спешил, и вы чувствовали ненатуральность его симпатии к себе. И в таком случае, мне кажется, что ваше недоверие вполне нормально, вполне реально, вполне объективно и оправданно. Вот. Либо, может быть, ситуация какой-то еще, тестация может быть другой. Вот. В частности, например, вы могли общаться много, могли общаться долго, но он вам признался по этой симпатии, вы ему не поверили. Либо, там, если посчитали, например, что вы его недостойны, ну, либо, там, что-то еще. Вот. Вот. Я сейчас не хочу совсем уж в гадание уходить. Вот. В гадание на кофейных гущих уходить совсем не хочу. То есть, вот, давайте, вот, запросимся на том, почему вы ему не поверили. Что-то вас остановило. Что-то вас остановило, что-то вас, возможно, насторожило даже. Вот. Ну, может быть, были еще какие-то вещи, о которых вы нам, допустим, здесь и сейчас не скажете. Дальше. Пригладили общаться. Из-за чего? Я поняла, что мне нравится, в чем, чем нравится писал ему, но он холодно отвечал. Ну, здесь, я полагаю, нужно смотреть на причину, по которой вы расстались. Зависит от этого очень много. То есть, если вы расстались, там, ну, если вы расстались по причине, в причине наличия, там, какого-то конфликта, недопонимания, ссоры, чего-то еще, это одно, это один момент. Вот. Если же ситуация была другой, то это другой момент. Но я хотел бы, конечно, вот, как-то понять, понять, из-за чего вы расстались. То есть, почему прекратили общаться. Вот. Зачем вы писали ему после того, как прекратили общаться, что писали ему? Вот. Были ли какие-то у вас, ну, там, например, основания? Были ли у вас основания для того, чтобы, вот, ему писать? И обсуждали ли вы, собственно, те, ну, проблемы, да, те проблемы, которые у вас, ну, к примеру, были? То есть, вот, то, почему, например, вы опять же расстались. Вот. Он, значит, холодно отвечал, потому что, я так понимаю, вы не прояснили ситуацию. Вот. Опьянин написал, что я его люблю. Извинился, он ничего не ответил. За что извинились? Вот. Как вы его видели? Что вы его любите? Не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Каждый день о нем думал, отписался от него, он от меня нет. Ну, здесь, возможно, речь идет о некой такой зависимости от человека. Вот. Вот. То есть, я хочу сказать, что, вероятно, вероятно, речь идет о зависимости. Вероятно, речь идет о идеализации его, то есть, вот, ну, вы его идеализируете. И я думаю, что, конечно, это нужно поисследовать. Вот, конечно, это нужно изучить, конечно, это нужно посмотреть, что и как, может, что составляет вашу симпатию. Поэтому, я не говорю, что симпатия, это обязательно плохо, вот, не хочу ни в коем случае так сказать, вот, но поисследовать причины симпатии, на мой взгляд, вполне себе можно и даже нужно. Нужно. Вот. Это очень важная история, на мой взгляд, по крайней мере. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас, я надеюсь, что вы для себя что-то новое извлекли. И, как минимум, надеюсь, что дал вам, ну, пищу для размышлений. У меня бы очень этого хотелось. Очень бы хотелось, чтобы вот у вас два тысячи даже населений, чтобы вы преследовали бы вот эту историю, которая, ну, сейчас происходит. Происходит. Вот. Так вот, я думаю, можно ответить. Давайте на этом, тогда, наверное, закончим. А я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи, я вам желаю разобраться в себе, ну, вот. И если, соответственно, у вас будет такая потребность, то с радостью вам мы поможем поисследовать себя, вот. Помогем лучше понять себя, вот, разобраться в себе. Удачи вам! Всего самого доброго! Продолжение следует...